Развожусь 23 года, потому что ты старая жаба. Ну разлюбили мы друг друга, ну что же делать? По его инициативе был секс, я его не хотела. А сейчас вам оно у нас зачем надо? Вам в молодости один раз три года надо было, а сейчас совсем не надо. Я Лариса Гусеева, это Давай Пожелимся. Добрый вечер. Сегодня у нас три жениха. Александр, Андрей и Игорь. А невеста у нас Ирина. Здравствуйте. Какая вы хорошенькая, приходите. Ирина, 48 лет. Развелась с мужем три года назад, но все еще продолжает жить с ним под одной крышей. Ирина бухгалтер в частной компании. Мечтает о зимнем саде. Гордится тем, что в 38 лет получила высшее образование. Признается, что каждую пятницу ходит в русскую баню. Ирина не свяжет свою жизнь с неопрятным мужчиной низкого роста. Выйдет замуж за голубоглазого курносого славянина, который будет приятно пахнуть и заряжать ее положительной энергией. Прекрасно выглядите, я вам хочу сказать, для своих 48 лет. Все-таки на вас хорошо подействовал развод. Вот я замечаю, что женщины, которые без мужчин, как правило, выглядят лучше. Посмотрите, Тамарочка, посмотрите, Роза. И я замучена. Красивая, красивая женщина. А как так получилось, что после развода продолжаете жить с мужем под одной крышей? Продолжаем жить под одной крышей только потому, что ввиду того, что у нас не очень хорошо с финансами... Ой, волнуйся. А вы не волнуйтесь. Прожили 17 лет? 27. 27. Родили ребенка. Сколько ребенку? 27. Опыт, конечно, совместной жизни сказывается. Муж у меня очень красивый, высокий. Я эстет, он эстет. Мы полюбили друг друга. Силком никто не тащил в ЗАГС? Все было по... Нет, все было по любви, конечно. Сыграли свадьбу. Через год родился ребенок, сын. Продолжали жить в браке. Ну, по советским временам довольно-таки счастливо. И мама купила ему автомобиль. Копейку. На те времена автомобиль-копейка. Была шикарнейшая вещь. Особенно если тебе чуть за 20? Да, если тебе чуть за 20, ему где-то было 23 года. Мальчишке было моему 2. Ну, и у него, так сказать, сорвало резьбу. Он стал гулять. Он стал пропадать вечерами и ночами. Вот. Естественно, я была одна. Наступило даже такое время, когда он приехал мне и сказал, что я с тобой развожусь 23 года. Потому что ты старая жаба. Я нашел себе молодую 18-летнюю красивую девочку. А вам как жабить? Сколько было? 23. Многие женщины в вашей ситуации берут ребенка и уходят от жабеныша. Ну... Понимаете, либо его выгоняют. Вы знаете, у нас на тот момент мы трехкомнатную разменяли, мама моя, да, разменяла на двушку и однушку. Мы... Нам досталась двушка. Вот. И... Тем более ваши квартиры выгнали бы его и все, выбросили бы его шмотки. Ну, добрый слишком, ну... И только к доброте-то не имеет никакого отношения. На тот момент он разбивает машину в дребезке, восстановление не подлежит. И... Значит, все обратилось на круги своя. То есть я опять-таки осталась с ним, с ребенком. Он, естественно, лапки поджал, суси-пуси. Вот. И мы стали продолжать жить. У меня похожая ситуация, только все наоборот. А как появилась женщина в вашей квартире, когда вы пришли? Ну, это уже вот сейчас эти времена. Я заболела. Пришла с работы на час раньше. И застала его с женщиной в квартире. Ну, это уже его вот сейчас серьезные отношения. После развода? Да. Да, после развода. Вот. Застала их в квартире. Сидит на моем стуле на кухне. Пьет мой кофе из моей чашечки. Вот. Естественно, я была в шоке. Допить кофе ей дали? Нет. Допить кофе я ей не дала. Очень хотелось мне на нее посмотреть. Муж так загородил ее, сказал. Иди в комнату. Выйдешь после того, как мы уйдем. Вот. Ну, я тут немножко... Пошумели? Пошумела. Ну, потом они собрались и ушли. А что у нее было такого особенного? Не знаю. Наверное, она меня больше ребенок держала. Я сама без отца росла. Бросьте вы, Ирина, бросьте вы. Когда рядом с вами находится подлец, неверный, который вас не уважает, вытирает об вас ноги. Ну, мужчин в многих есть любовницы, но они хотя бы из-за уважения, чтобы не трепать нервы своей жене, скрывают это. А ваш всячески демонстрировал по отношению к вам свою подлость? Демонстрировал. Но дело в том, что мне сначала было больно, а потом мне было все равно, потому что я его уже больше не любила, сами понимаете. Подлости они все равно делают. А сейчас почему он не с той женщиной, с которой у него все серьезно? А на что? То есть вы содержали? Нет, я имела в виду, на что купить квартиру. А у них что? А на что? Тоже где-то это? У нее угла своего нет? Значит, ну, к себе бы пригласил мужчину? Ну, видимо, нет. Если любви нет, извини меня, какие могут быть отношения? А вот у меня вопрос. Вы хотите, чтобы ваш будущий супруг, вы прямо замуж хотите, штамп поставить в паспорте? Хочу, а почему нет? Не, ну потому что возраст уже, почему нет? Ну, если предложат, то я выйду самую. Ирина, вы изменяли своему мужу, когда были в браке, да? Да. Муж об этом знал? Да, у нас свободные отношения. А кто первый предложил, что в браке можно, и что такое позволительное? Ну, когда долго терпишь, хочется отомстить. Когда отомстила, я рассказала это ему, он оказался не против. А что, у них свободные отношения? Под одной крышей, позвольте. Ну, свободные. Ириночка, мы знаем, что ваш муж приехал, поэтому давайте уже его встретим и не будем ходить огородами. Это вот тот самый мужчина, здрасте, о котором ваша жена сказала, что вы были таким красавцем. Ну, когда-то был, конечно, лет 30 назад. Скажите, а что вы такой ненасытный? Вам не хватало одной жены? Или что это за мода такая? Приводить женщин в дом к жене, не считать с чужими чувствами? Сергей. Я думаю, это, наверное, мальчишеский максимализм, может быть, я не знаю. Ну, то есть, вседозволенность. Что дозволено мужчине, не дозволено женщине. Ну, хорошо, мы сейчас не будем говорить о той самой копейке, которая была там 40 лет назад. Ну, как-то живой человек, она родила вам ребёнка. И было же, наверное, что-то хорошее, и много хорошего, раз столько лет прожили. Конечно, у нас в жизни очень много хорошего было. Ну, не хватает, Сергей, а чего не хватает? Ну, я не знаю, может быть... И не хватало? Ну, любви, может быть, не хватало. Ну, разлюбили мы друг друга, ну, что же делать? А после того, как разлюбили, сколько ещё вместе жили? Когда поняли, что разлюбили? Ну, наверное, лет, может, 10 назад. 15? Может, 15. Давно, давно. Любовь ушла, конечно, ну, что же делать. То есть, я правильно понимаю, вы, как жена, супружеский долг не выполняли, вы тоже самое. Вы не ухаживали, не готовили, не стирали, не заботились о нём. А вы сами, в общем-то, искали где-то эту заботу, я правильно понимаю? Правильная роза, правильно понимаете. То есть, как сочетание? А вы знали, что у Ирины были другие мужчины? Да, знал. И это вы предложили, да, свободное отношение, сказав, что ничего в этом нет особенного у вас? Ну, да. Есть вторая жизнь? Я предложил, да. Извините за такой вопрос. А ни разу, ни разу у вас вы не были близки? Ни в Новый год, ни в день рождения? После того, как знали о похождении к жены, а вы о похождении к мужу? Ну, почему была близость? Была. То есть, всё у вас было до того момента? До какого? Может быть, у вас и сегодня всё хорошо? Нет. Может быть, ещё сегодня получится, ну, не склеить что-то? Ну, ребят, ну, у всех бывает кризис в семейных отношениях и кризис возраста. По 48 лет вашей жене вам столько же. Ну, как вам объяснить? Ну, Серёж, ну, вот объясните, что вам в новом браке, в новом союзе с новой женщиной, к которой придётся привыкать, ну, и так далее? Она его любит? Ну, во-первых, с новой женщиной мы уже 5 лет вместе. Мы уже привыкли друг к другу. Ну, как вы можете привыкнуть друг к другу, если вы живёте по-прежнему в одной квартире? Ну, мы часто встречаемся, очень часто причём. А она к себе почему вас не зовёт в жизнь? Потому что её устраивает вот такие отношения на расстоянии? Стирать не надо, готовить не надо. Скажите, а сын, у вас сын замуж? Конечно. Вот и всё, всё объяснили. Да. А хотите, чтобы она развелась? Или когда разведётся, уже потеряете к ней интерес? Ну, почему? Ну, потому что вас тоже устраивает. Вы живёте с Ириной, наверное, когда-никогда и приготовят, и накормят, и постирает, и уберёт. Если у него другая есть, конечно, какие там уже отношения могут быть? А вы Ирину не уважаете? Ну, не знаю, может быть, я её и уважаю, но она, меня, по-моему, не больно. Ирина, вот если произойдёт чудо, и появится возможность забыть друг другу все обиды, взрослые люди... Я не помню обид. Я просто не хочу с ним жить, потому что... Не хотите ни одной минуты? И что не сможет вас уже остановить? Я не смогу его полюбить заново. Понимаете? Ир, ну, вы как-то в себя придите. Какая любовь в 48 лет, пятый десяток уже? Ну... Я не могу менять, как моя баба говорила, только зря время терять. Вам же хочется любви. Мне не надо любви. Да что вы? Да, не надо. Да полно. Есть кого любить, и зачем? Да полно. Чужие трусы носки стирать, что ли? Не настиралась я в этой жизни? Как любой ремейк, следующий будет ещё хуже, чем мы предыдущие. Совершенно верно, да. Сергей, а вы вот на программе сейчас, для того, чтобы действительно выдать Ирину замуж, потому что печётесь о её судьбе. Для чего? Чтобы освободилась квартира, если она выйдет из-за богатого, из-за состоятельного. Почему? Ну, во-первых, я хочу, чтобы она вышла за человека очень положительного, умного. Ну, естественно, жил площадью, конечно, не без этого. И тогда вы останетесь в той квартире, и, может быть, вы женщина, которую вы любите, и она перейдёт. Да. Ну, это же, если честно, квартира, купленная родителями для Ирины. Это же её квартира. Да, мы там разменивали, работали. Но тем более разменивали. Ну, мы там работали, и нам дали вот так по размену. А представляете, женится ваш сын. Вы придёте оба же на свадьбу. Ну, конечно. Скажите, а сын на чьей стороне? Кого он поддерживает? Или мой весь этот ужас? На Серёжей стороне? Да ему всё равно. А потом вы думаете, что на стороне мужа лучшего? Нет, я хочу от него услышать. Ему всё равно нет. Вы официально разведены? Да. Да, конечно. Может быть, и не стоит действительно сохранить? Нас просто объединят общую жилплощадь, живём в разных комнатах. Вот и всё. А когда последний раз было у вас между вами? То есть уже после развода? В разводе мы не живём с ним, как муж и жена, четыре года до развода. А что значит, как муж и жена? Вы до этого как муж и жена не жили, как любовники? Да, но я читала вашу историю, что у вас секс-то был раньше раз в три года. А по чьей инициативе? Так часто. По его инициативе был секс, я его не хотела. А сейчас вам оно зачем надо? Вам в молодости один раз в три года надо было, а сейчас совсем не надо? Или надо? Нет, я... Не надо и не надо. Не надо, да? Я уверен даже в этом, да. А что надо тогда? Сейчас я скажу. Светочки сажать. Главная эрогенная зона моя – это мозги. Мозги у меня заряжаются от сердца, от души. Если вот здесь вот полюблю человека, всё идёт туда. Мне интересно, три года не было секса. Наверное, любая жена бы уже убежала. Но я вам открою маленький секрет. Мужчина до гробовой доски будет тянуться к вам, как к женщине. В противном случае отношений не будет. В противном случае всё повторится, как в вашем браке с Сергеем. Появится кто-то на стороне. Потому что жизнь – есть жизнь, природа – есть природа. Понимаете, для мужчины это подтверждение его самости, его значимости. Если женщина-мужчина не хочет никакой хорошей отношения, никакая доброта и заботы не заметит. Мужчина скорее будет терпеть рядом с собой неряху, злюку, неверную, противную. Ну да, которая будет в какие-то моменты его, как мужчину, ставить на высокий пьедестал. Проще уладить её жизнь, а потом уже свою дальше. Замужем, понимаете, сын взрослый, уже живёт самостоятельно. Я готова переехать. Готова переехать. Да, хорошо. Мне вообще всё понятно. Роза и Тамарочка. Ну, мужчину, которому секса не особо надо, хотя бы раз в год. А тогда ему на кой? На кой тогда, Ирина? А что, у нас в этом возрасте к 60 годам, что у нас все прямо о-хо-хо, что ли? А у вас потолок 60 лет, да? Что? Потолок 60 лет возрастает? Тамара, расскажи про это чудо. Несмотря на то, что вы говорите, что вам ничего не надо, вам надо. У вас Венера в рыбах с белой луной, вам действительно нужна правда, чувство. Я же ещё раз говорю, отсюда, потом туда и потом на объект любви. Вы готовы жертвовать собой и отдавать себя. И несмотря на это, на то, что браки часто как бы есть и нету, вам нужно быть готовой к тому, что вот так может и быть. Понимаете, дипломатические отношения, дипломатический брак, но выбирайте человека, с которым действительно вы будете сохранять равновесные отношения, несмотря на то, что чувств будет хотеться всё больше и больше любви, тепла. Потому что вы реально хотите этого, любви и тепла. Это вам очень надо. Давайте начнём уже знакомиться с женихами. Проходите, первый вас ждёт. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Добрый день. Меня Александр зовут. Ирина. Очень приятно. Пойдёмте. Проходите. Александр, 53 года, интернет-предприниматель, проживает в Санкт-Петербурге. Гордится тем, что освоил несколько технических профессий, признается, что очень медленно думает и долго собирается. Предупреждает, что много времени проводит в интернете. Супруга Александра настояла на разводе после того, как он принял решение сменить профессию. Надеется, что Ирина будет ему доверять. Всякое, я разное видела. Вы себя все комфортно чувствуете? Прекрасно. Нет у вас ревности, Сергей? У меня нет, никакой ревности нет. Вот совсем, ни капли нет? Ни капельки нет. Высокие отношения. Как добрались до нас? Я ведь знаю, что вы проживаете тоже с бывшей. Да, такая же самая ситуация. И мало того, что сегодня я остался закрытым, пока я душу утром принимал. Ваша жена спрятала паспорт? Нет, забрала ключи, и это хорошо один ключ. Случайно или не хотелось, чтобы вы ехали знакомиться? Не хотела, потому что у нас был очень напряженный разговор. А что хочет? Возобновить отношения с вами? Нет, нет. Счастья вам не хочет? Просто считает, что я должен пока изменить полностью и финансовое положение. Но, во всяком случае, я понял одно, что больше она со мной не хочет жить. Послушайте, ну и какое дело, если вы уже разведены? А вообще жаль, что вы приехали без жены. Всякое может случиться. Глядишь, есть две квартиры, где живут неправильные пары. Может быть, все переглянулись бы друг в друга, бы как-то разъехались. А как вам вырваться-то удалось? Удалось. Вылезли в окна. Когда я обнаружил, что нету паспорта, тогда у меня вообще сердце ёкнуло. И начал я принимать решение, ну так как самолет без паспорта явно не попался. Ой, Господи. Пришлось звонить и конкретно ставить на место, что в квартиру она тоже может не попасть. Если я закрою её, то она не попадёт. Это лишний расход. Сколько вы прожили с ней? Мы 17 лет прожили. Ну, два года у нас совместно жили. И потом притирались туда-сюда. Ну, а дети-то есть? Нет. Вот, кстати, с детьми у нас... Уже легче. А квартира чья, кто получал, кто покупал? Вообще, квартира и её квартира. Но она, видите, ещё благородная, не выставляет вас на вокзал с чемоданами. Почти так. Когда она узнала, что я на передачу еду... Возмутилась, сказала, что... Возмутилась. Ты ещё живёшь здесь? И да. Понятно. А вы не прописаны там, что ли? Да, конечно. Развёлся, развёлся. Бери сумку и иди куда-нибудь. Хотите замуж? Попробуйте стать стройными. Вам помощь диеты Елены Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Просто ешьте и худейте. Скажите, а кто кому первый объявил всё, жить с тобой больше не хочу? Нет, это у нас получилось просто сгоряча. Когда я сказал, что я перехожу полностью в интернет и начинаю раскручивать именно продукцию по здоровью... Ну, это неприятно видеть мужчину круглосуточно. Мужчина утром должен вставать, надевать свежую сорочку, галстук и уходить на работу обязательно. Даже с моим адовым терпением, да, и я могу смотреть по верхам, но если бы мой муж сидел у компьютера и никуда бы не выходил, ну, я бы что-то, наверное, ему подлила бы с супчиком. Но это невозможно, потому что это невозможно. Ну да. Потому что вы нашли для себя очень удобную, ну, так сказать, среду обитания. Вам было хорошо, а жене было в это время плохо. А может, у него интерес к этому такой? Да, понятно, понятно, что интерес. Извини меня, а кушать-то хочется, помимо интереса. Вы такой вялый, Александр, вам 53 года, а вы что-то... А он медленно думает, у него такое свойство есть, да? Да, да, да. У меня шведский, эстонский корень. И финский, если что, можно сказать так. Прекрасно, идеально подходите Ирине, потому что ей секс нужен в три года. Говорят, что у людей в вашей крови происходит это именно вот в такой периодичности. А-а-а. В 20 лет, а в 53 уже и вообще не значит, что-то такое, что-то со словом такой секс. Поэтому вот уже прекрасная точка соприкосновения. Ну, правда, он такой вареный, такой раунд. Давайте так, Ирина сидит перед вами, взрослая женщина. Возможно ли союз между вами? Ирина. Надо посмотреть. Нет, ну вот вы смотрите 15 минут уже. Вот рентген, давайте. Ну, первое, нет жилищных условий. Мне бы хотелось собственный дом. На собственном, и на своей территории мне бы хотелось иметь красивый сад, качель, летнюю кухню. Вы серьезно сейчас, извините, вы правда вот хотите подполтинника, да? Что есть мужчина, который это все вам предложит? Нету его. Вот, понимаете, для того, чтобы у меня появились качели в коридоре, я пью кофе, сидя на них. Видите, всем раздражаю, всем мешаю. У меня нет дачи. Я вкалываюсь 17 лет. Вы смотрите, а потом я с мужем все это строила, дом тем более, строила в четыре руки, не покладая, так сказать, да, круглосуточно. А вы считаете, что правда, какой-то появится Дед Мороз, и вам в полтинник все это преподнесет, скажет, не, милая моя, для того, чтобы у нас все это было, мы должны как минимум лет 30 с тобой пропахать и вместе купить. Сейчас нет готовых таких мужчин. Они что, дураки, что ли? А если у него есть, конечно, если у него есть домик с качелями, то у него есть уже семеро детей, которые вас отравят, если вы придете к нему туда, на его территорию. Еще жаль, чем. Но, может быть, есть какой-нибудь инвалид, и то у него, наверное, есть дети или там кто-то, который не дарит вам. Не разбежались они так, чтобы это всем отписываясь. Я хочу жить именно в собственном доме и зимой иметь собственный зимний сад, в котором бы я ковырялась с цветами. Хорошо, допускаю. Есть состоятельные мужчины, у которых такой извращенный вкус, и им нравятся женщины дошелого возраста. Вы представляете? Почему бы ему 60, почему бы ему не нравилось? Они тоже, они же почти животные. Они же тоже хотят секса круглосуточного. Им нужно доказывать, что ему 60, но он пахнет фиалками, и вы его бесконечно желаете, что у вас просто чресло уже трескается от любви и желания. Ларис, я думаю, что есть мужчина. Да ну нет, ну если есть мужчина в 60 лет, то придет к нему злая дочка и скажет, «Слышь, папаша, если ты вот сейчас не перестанешь этим идиотством заниматься, что ты приведешь какую-то на к нам бабушку, я тебе в психиатрическую больницу сдам, потому что у меня внуки привыкли к этому дому, и правнуки у тебя, в 60 лет он вздумал». Я буду надеяться, что я найду такого мужчину, Ларис. Ну неужели только задачу за цветочки, с ним же еще спать нужно, его противные синие старческие подагрические пальцы целовать, и синие губы от того, что у него давление зашкаливает. Ну, милая моя, ну о чем вы? Я тоже буду синие, и буду целовать ему его синие пальцы. Ну тогда будем такого искать. А вам предлагаем три бонуса. Свидание наедине. Оно вам надо? Семейную традицию или скелет в шкафу. Какую скелет в шкафу? Ой, половой гигант. Скелет. Ну хорошо. Ну бывает. Не, ну хорошо. Бывает иногда. Ла-ла, ла-ла, это кто такая скелетина? Бывшая супруга. Это ваша жена? А что за скрип мы слышали? Это она. Ну мы живем вместе. На метле прилетела. И спим на одном диване. И между вами вот этого санта? Ну бывает иногда, ну что делать. По-стариковски, так да? Ну да. Хорошо. Понятно. И как часто у вас случается близость, уж простите за такой вопрос? Да. Перевернется неудачно иногда. Диван, диван, русский. Ой, говорит, извини, случайно попал. Случайно, да. Ой, это... Сань, показывайте сюрприз. От греха подальше. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЛОДИСМЕНТЫ 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 О.ПЛОДИСМЕНТЫ Очень зажигательно, меня так колбасит. Послушайте, потрясающе, потрясающе. Свою сумму попроходите. Сергей. Ну что я скажу, скажем так, по сексуальному темпераменту он ей подходит, но по жизни она его просто задает. Да, ей надо человека посильнее внутренней стержень, чтобы был. Ну, во всяком случае, я никогда себя особо не хвалил. Что могу сказать? Александр хороший, пускай ковыркает, и дальше пока жена допускает, собственно говоря. Разок-другой. Да, тут здесь просто никогда и нигде. Хочется свою жизнь 50 лет уже обустроить, это, конечно, очень сложно. Я бы сказала, что вы олицетворение его прошлого, вот заходящий кармический узел близко к вашему Солнцу, Сатурну, здесь может быть только одиночество вдвоём. Понимаете? Вот. Больше того, единственное, что никакой совместимости практической, вообще физической. Или вообще-то. Поэтому, естественно, искра не у кого не пробежала, но его Юпитера на вашей Венере просто будет уважать как женщину. Вы прелестны, моложавы, выглядите фантастически, поэтому я не буду больше мусорить эту тему, что вам нужно один раз в три года. Это, конечно, неправда, вы хотите для себя женского полноценного счастья, поэтому будем знакомиться со вторым женихом. Продолжение следует... Здравствуйте, Ирина. Меня зовут Андрей. Вы прелестны. Спасибо, Ирина. Андрей. 48 лет. Инструктор по вождению в Ярославле. Гордится тем, что отлично справляется со своей работой. Мечтает повторить путешествие в Индию. Признаётся, что не может проснуться без чашки кофе. Предупреждает, что возлюбленная не должна появляться на кухне, пока он готовит. Андрей простил жене измену и принял её ребёнка от другого мужчины. Но вернуть былую любовь уже не сумел. Надеется, что Ирина готова к новым отношениям. Здравствуйте. Вы мне уже нравитесь. Я хотел спросить, Сергей. Да? Я слышал, что вы на поезде приехали. Да, на поезде. Заберу на машине. Ради боли. Женёк-то задумывается. Занервничал, занервничал. Задумался. Увидел реального конкурента. У вас есть мужчина, и это так читается. И даже этот кошмар, который вы простили своей бывшей жене, измену. Да. Давайте по порядку. Ну вот как-то приехал из командировки, добрая соседка у меня там жила на четвёртом этаже. Она такая, Андрюха, ты не в курсе, я свои спрашиваю. Жива соседка-то? Сейчас, не знаю, я в другой квартире сейчас переехал. Соседка? В другой доме. Думать надо. Да. В соседке, видимо, жаба задушила. Вот, и как-то видела, говорит, твою вот там, там, в общем, такие расклады. Да я не верил, не верил. Я говорю, враньё. Я его не спрашиваю, она говорит, ты что ты, как веришь? А спрашиваешь ножом к горлу или так? Нет, я вообще миролюбивый человек. И она созналась? А нет, она сказала, что это чушь всякая. А когда уже призналась? А призналась, спустя 9 лет мы прожили совместной жизни. Она как-то пришла, у нас были размолки, она сказала, что Андрюха, я другого полюбила. Да я как-то, я запил. Предлагал, там, говорю, давай похудею, там, ещё что-нибудь сделаю. Ну, как-то хотел вот, ну, держать человека. Да, и как-то вот так получилось, что уехал в очередную командировку перед Новым годом. Помню, купил дочке велосипед, привёз. И захожу, а она уже съехала к маме уже. Дохожу, а мне тёща такая тоже говорит, что Андрюха, их нет. Они вот уехали познакомиться с новыми родственниками. А потом она ещё и вдобавку понесла, и у неё уже живот стал заметен. Ну, это мне уже дочка сказала по секрету, когда я приехал её навещать уже. Я уехал после развода в Москву жить, жил здесь. Приезжала, она мне по секрету, мама беременная. А потом родила она ребёночка. Потом родила ребёночка, да. И как-то через некоторое время позвонила мне и сказала, что так и так они с тем мужчиной разъехались. Так и не поженишись, да? Да, так и не поженишись. А ребёнок родился. А ребёнок родился, и вроде сестра с дочкой, ну, как бы, чтобы было одно фамилия, одно отчество. Попросила, да, и говорит, свою фамилию моему ребёнку. Да, да, да. Я сказал, ну, конечно, как же, брат с трой. Вот, я их навещал, и он меня потихонечку так видел, что я же приезжаю к дочке, а он растёт потихонечку. Видит, папа, папа, она меня папой называет. Ну, и он потихонечку так, папа, папа. А потом мы решили попробовать вместе жить. Они приехали ко мне в Москву. Дочку устроили в школу. Сашка дома была. Она предложила вам основное селить? Нет, предложение было моё. Можно я вас обниму? Что? Можно я вас обниму? Это обладает. То, что вы расслабили, у меня просто в области дыбан. Живой, слушаю. Просто живой дурак. Посмотрите, пожалуйста, вот всем. Вот такой благородный русский. Ни в одной стране мира такого больше не встретишь. Просто. Ой, господи боже мой. Вот она приезжает, потому что вы её позвали, да? Да, и мы как-то вроде всё наладилось, всё вроде как хорошо. Как бы как в молодости. Да нет, камень всегда на сердце остаётся. И вы её ни сном, ни сном, ни духом не упрекаете? Нет. Ребёнка пацана воспитываете? Да, да, да. Он папу не называл, да. Всё, ездили. У меня сестра здесь, у неё дача здесь ездили. А ваши родители как отнеслись к этому? Ну, папа у меня умер. А мама отнеслась как отнеслась? Как вот, ну, как к сыну своему. Не сказал Андрюха, дурак, сыночка. Не помню, такого нет. Ой, ну так и что же второй раз не срослось? И как-то вы всё равно вспомнились там какие-то разногласия, что-то ещё там, денег как бы тоже не особо. То есть вот эта тётя, прижив ребёнка на стороне, вместо того, чтобы прийти к вам, когда уже вы ей позволили, поджав хвост, и замаливать все свои грехи, сделать всё для того, чтобы вы зажили наконец-то хорошо, ну, чувство, когда человек виноват, она ещё и какие-то претензии вам предъявляла? Ну, претензии были, может быть, взаимные. Я бы не сказал так, чтобы какие-то они были очень серьёзные. На самом деле, я вот уважаю до сих пор свою супругу, вообще как мать, потому что ребёнок второй, он инвалид лежачий, вот, не слышит, не видит прикованной к постели, она от него не отходит. А она как должна была по-другому себя вести? Это нормально, вы уважаетесь за норму, это нормально, когда женщина ухаживает за своим ребёнком. Вам, наверное, просто неведомы вот эти вот человеческие нормы. Давайте говорить сейчас будем о вас, потому что она делает это, естественно, для женщины. Уважать, ну, да, вот такое испытание, не приведи бог. Мы, как бы, до сих пор в очень хороших отношениях. Они ко мне приходят все на день рождения, когда Сашка ещё бегал, ходил. Я его даже почти ездить на машине научил. Второй раз кто предложил расстаться? У нас была обоюдная, обоюдная была. Мы решили, да, пришли к члену. Ну, хорошо, какая судьба, не дай бог. Вот тебе принцип бумеранга, да? Ну, он сильный человек, а сильным людям всегда такое сильное испытание даётся, да. Ну, жена. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов в любое время по телефону 0736. А пока реклама. Вот сидит перед вами Ирина. Прекрасно выглядит. Шикарная женщина. Достойнейшая женщина. Квартира есть, Андрюш? Есть. Куда? А что у тебя, дом или квартира? Нет, квартира, 14 этаж. Видно весь славный город Ярослава. А если начнёт вы же вынимать душу, хочу домик с качельками, с садиком, огородиками. Вот насчёт огородика как-то я сомневаюсь, но дом вот я сам по себе хочу всегда. Ну, ближайшие лет пять. Я хочу, чтобы мы не просто были любовниками, а наши отношения были законны. Я хочу со своим будущим мужчинам узаконить отношения. Я хочу быть его женой, а не просто любовницей. Я понял. Не зря, что вы приехали. А это никак не мешает, просто это не улучшит ваши условия. Договоритесь. Ваши условия. Я думаю, что с Андреем можно будет договориться. А если что, Андрюшка, на сайте двоеточка.тв мы тебя вот таких вот найдём, девчонок, и помоложе. Ирина, у вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейная традиция. Семейная традиция. Есть? Семейная традиция у меня нет. У меня семейной традиции нет. Вот видео у меня там было. У меня есть традиция на работе моя. Вот столько, я не знаю, там... Внимание на экран. Можно посмотреть. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я работаю инструктором по вождению в славном городе Ярославль. Вот моя рабочая машинка. И мы сейчас начнём практическое вождение. Ещё у меня есть такая традиция перед началом занятия посидеть на капоте. Делаю это вот приблизительно так. Ну, такая вещь, наверное, своя собственная примета. А сюрприз приготовили? Да. А покажете? Конечно. Пожалуйста. Я стихотворение написал, находясь в отпуске в Индии. На берегу Индийского океана, сидя, попивая ром. Да мать её пророчества, плевать на одиночество. Индийский ром, стаканов зон, и океанская волна нам абсолютно не страшна. Души порыв, улыбка глаз. Да чёрт возьми, да чёрт возьми, всё для нас, пусть кто-то нас и не поймёт. Нам пофиг, мы идём вперёд. При отступлении назад мы сокращаем жизнь в сто крат. Очень положительный мужчина, мне понравился. Я думаю, они найдут с ним общий язык. Да, тем более, что у нас сын тоже инструктор по вождению. А рыба? Наверное, они... А вы астролог? Я просто знаю, кто мне нужен. А кто вам нужен по гороскопу? Воздушные тоже знаки. Испугалась, девчонка, испугалась. Тебе-то понравился? Хороший, Андрюш, хороший. Я бы ему сейчас сама приплатила бы ещё. А физически какой-то тугонький, так бы я его обняла. Да, 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 как-то, да. Вот любит она мужчин рыб вот таких вот сильных. Уже вторую программу вижу, когда она прямо сразу мужчину рыбу говорит. Вы мне уже нравитесь. Да, да, я не замечаю. Видимо, она рыб любит. Но у нас ещё есть один жених, проходите и знакомьтесь. Ирина, здравствуйте. Меня зовут Игорь. Очень рад вас видеть. Очень приятно. Замечательно выглядите. Спасибо. Хочу вам преподнести небольшой подарок. Это дары. Дары природы, травы, которые я собрал сам. Собираю. Пожалуйста. Спасибо. Продолжение следует. Игорь, 54 года. Массажист-терапевт. Гордится тем, что принадлежит казачьему роду. Мечтает открыть оздоровительный комплекс. Летом бегает по утрам, а зимой купается в проруби. Предупреждает, что никогда не откажется от своей профессии. Спустя 15 лет брака Игорь в поиске лучшей жизни решил переехать из Красноярска в Москву. Но супруга не поддержала его стремлений. Надеется, что Ирина будет его сопровождать везде. А вы любите баню, Ирина? Я хожу каждую пятницу в русскую баню с винником. А вы хороший банщик? Надеюсь, что да. А что, вам в Красноярске плохо жилось? Хорошо жилось. А почему нужно было все бросить и на старости лет переехать в Москву? Ну, я не на старости лет переехал. А сколько вам было лет? Мне было 38 лет. Молодой. В 38 лет уже возвращаются на родину, понимаете? Обратно. А вы только решили, ну, как бы, из насиженного места от жены, дети у вас. Ну, я уезжал не от жены и не от семьи уезжал. А я уезжал на заработки здесь зарабатывать. Послушайте, в Москве дорога, транспорт, еда. Уже об этом говорили миллион раз. Столько заработаете, столько и потратите. Почему же она с вами не поехала? Ну, там дочь была с мамой. Дочери надо было продолжать учебу. Вы помогали ей? Помогал в меру сил, да. Помогал в меру сил. Ну, в меру сил каких? То есть вы помогали ей гораздо меньшей суммой, чем когда жили рядом. Правильно? Потому что не нужно было, опять же, тратиться на квартиру на съемную. Ну, и так далее. Игорь, ну что может быть? Поэтому дайте вещи называть своими именами. Вам захотелось осуществить какую-то свою мечту, будучи уже взрослым человеком. Надоело это ответственность? Надоело тащить? Подумаешь, что в Москве? А что, клёво. На самом деле, я действительно говорю так, как оно есть. Я приехал сюда зарабатывать деньги для семьи. А вас жена не звала обратно, не говорила? Игорёк, одумайся. Ну, мы с дочерью, я уже себе все жилы порвала здесь. Приезжай. Места хватит всем. Ну, ведь работал как. Ну, ведь как-то живут люди не только в Москве, но и у нас здесь живут. В Красноярске. Давай будем вместе как-то пытаться что-то. Пока не старые. Говорил, наверное? Были, да. А вам уже Москва глаза застила. Скажите, пожалуйста, а через сколько времени поняли, что в Москве лучше быть неженатым? И любовь прошла уже, и предложили жене расстаться? Через четыре года. Для жены это, наверное, не было новостью такой, которая бы её ошарашила. Ну, я думаю, что ей тоже было это неприятно. А как часто вы за то время, что жили в Москве, летали к дочери и к жене? Один раз, по-моему, только. За всё это время? Да. Ну, то есть вы от жены просто уезжали? Сейчас что у вас есть здесь в Москве? Квартира. Своя собственная? Да. То есть вы сколько уже получается лет в Москве? Семнадцать? Да, так. Семнадцать лет. С дочерью поддерживаете отношения? Поддерживаю. Вот приезжала с внуком недавно ко мне. Командировки всё-таки иногда очень сильно мешают совместной жизни. Конечно, Игорь, это абсолютно духовное такое создание. Если вы ищете больше всё-таки материального, то тут, конечно, духовное развитие. Какое духовное развитие оставить женой и ребёнка? Личностное развитие. Личностное развитие к духовному не имеет никакого отношения. Духовный человек отвечает за близких. Согласен. Понимаете? Ну, прекрасный дедушка. Что произошло, есть грех оставить жену и ребёнка. Уехать в собственное личностное развитие. О чём вы говорите? Ну, мне было говорено, что люди просто пошли в разные стороны. Понимаете? Перед вами вы такая прелестная женщина, Ирина. Нарушена. Что можете ей предложить? У вас в Москве однокомнатная квартира. Переедете? Я по-любому должна переехать куда-то, правильно? Квартира, наверное, уже завещена дочери, да? Нет. Почему? Ну, пока это моя собственность. А не хотите грехи заморить, то, что не додали ей в своё время? Ну, хотя бы таким образом. Ну, завещать квартиру дочери и внуку. Я думаю, что я решу этот вопрос. Хорошо. У вас остался один бонус. Свидание наедине. Пожалуйста, проходите. Если есть такое желание. Вы живёте в Москве, насколько я поняла, да? Да. Я живу в Ярославле. Ну, вы слышали мою историю, да? Да, слышала. Не очень красивое всё. Ну, такова жизнь. Я вашу тоже услышала. Вы сейчас поддерживаете отношения с своей женой? Ну, с дочкой я поняла, поддерживаю. Мы общаемся, да. Мы общаемся. У нас нормальное отношение. То есть созваниваемся и переписываем в скайпе. Вот и с дочерью общаюсь. Ясно. Это хорошо. Для меня есть такой человек, Игорь, который в своё время пошёл по пути наименьшего сопротивления. По лёгкой тропинке. Человек, который наобещал с трекора бы жене и маленькой дочери, уехал за лёгкой жизнью, проживает собственную жизнь. По сороковникам. Скорее всего, да. Так ему хотелось ему. Вот это вечностное развитие превалирует над, видимо... Вот и всё. Человек, который не считается с близкими. Да, потому что ему так удобно, ему так хорошо. Ладненько, ну всё тогда. Хорошо. Ну всё понятно. Проходите. Вот ему и нужно искать людей своих. И у вас ещё остался сюрприз. Мы попробуем доставить вам удалось, Ирину. АПЛОДИСМЕНТА Выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, И нас с тобой в солнце взойдет. Ну, медляк не очень. В солнце взойдет. Валерия. Браво, браво, браво. Спасибо вам большое. Ваше время истекло. И вы можете уже пройти в своем конкурсе. Спасибо. Нам осталось только нет вас отсидеть, поспретничать. Все, вы тоже вместе с друзьями приходите. Сергей, нам нужен? Мужчина, скажем так, очень решительный, но самолюбивый. Может быть, даже излишне. В чем решительный? Я не знаю. Я вот, когда они пошли, я заметил, он ее резко за руку взял. Такая решительность у себя какая-то. А вы не узнаете свой знак в нем? Да, мы стрельцы, да? Я не знаю, мне кажется, он для нее не подойдет, он нудноват. Не, ну если он будет выходить утром в трусах и, простирая к нему руки, Ириночка будет петь «Солнце взошло», то... Поддатливать ему, говорит, гений, гений, гений. Москвич, 17 лет, да, Игорь, ты? Своя квартира. Этого тоже надо добиться в Москве. Это не так просто. Я рекомендую. Как, знаешь, вот уже мозг надо включать, как говорится. Это хороший перевалочный пункт. Да? Поживет у него, как-никак, как говорится, несешь квартиру снимать. Какая-то циничная, Россия. Почему циничная? Я домовитая, а не циничная. Может быть, с Игорем-то и стоит, будут копить денежки-то на дачу. Ой, ну хорошо. Томочка, есть перспективы у Ирины? Отношения могут сложиться не сразу. Долго присматриваться будет человек, понимаете, Сатурн с Венерой в Козероге. Вот, поэтому здесь, конечно, вот, так сказать, основательность требуется в отношениях. Но непростые отношения могут сложиться. Скорее всего, вот, я думаю, что где-то в параллели вы чувствуете себя с ним, правда? Дорогая моя, давайте уже решать, к кому пойдете. Андрей Ярославль. Андрей Ярославль. А вы, Сергей? За него уже. Ну, Андрюха мужик, конечно. И что мужик-мужик? Послушай, приехал на своей машине, погрузил чемоданы, забрал ее тугенько весь такой здоровенький. А потом что? А потом, это уже после 18-ти, это уже за закрытыми материалами. Да хоть проснется женщина себя почувствует. Конечно. А счастливее. Правда-правда. Смотри, как муж погрустной. Андрей, да? Проходите, в любом случае мы вас поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ После того, как ко мне стали мужчины, к маме, после, когда мама засыпала, в спальню приходить, так вот, кто-то сказал, скоро сказали, я вот поняла, что просто это опасно находиться дома. А во сколько лет вы поняли, что это опасно? Мне было 5-6 уже. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я рада, что вы выбрали меня. А я рада, что вы приехали на эту программу. Пойдемте. У нас есть пара Ирина и Андрей. Если вы одинок или вам понравились, кто-то участник сегодняшней программы, спишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Рада за вас.